Чао, смотрите итальянский с Элиной. И я думаю, что наступило время поговорить о косвенной речи. Во-первых, осень наступила. А во-вторых, вы уже достаточно давно изучаете итальянский язык. И, наверное, единственное, чего вам не хватает, это строить предложение с косвенной речью. Ну, это начало разговора, потому что, на самом деле, наверное, получится несколько уроков на эту тему. И сегодня мы начнем вот с чего. Что такое хотя бы в родном, в русском языке вот эта самая косвенная речь? Что такое прямая речь, прямая речь, что такое косвенная речь? Ну, прямая речь, с ней все понятно. Там есть слова автора и непосредственно то, что говорит этот автор. Да, там какие-нибудь мы кавычки ставим обязательно, двоеточие или тире. Таким образом, отделяем слова автора от непосредственно прямой речи. Ну, например, я сказала, Маша, иди домой. Я сказала слова автора, Маша, иди домой, прямая речь. А вот если я это предложение построю по-другому, я сказала Маше, чтобы она шла домой, вроде как тоже. Передается уже содержание того, что я сказала, да? Речь же идет о том, что я что-то сказала и что конкретно я сказала. Но нет прямой речи, нет никаких кавычек. То есть мы выражаем свою мысль при помощи обычного, сложно-починенного предложения. Ну, вот то же самое есть и в итальянском языке, конечно. И мы с вами будем рассматривать ситуации разные. Как ведет себя прямая речь в зависимости от того, в каком времени наклонение находится глагол в словах автора. И в зависимости от того, что непосредственно находится в самой прямой речи. Или это рассказ о чем-то, или это приказ. В общем, ситуации будут разные. Где-то будет что-то меняться, где-то будет практически все сохраняться без изменения. Вот об этом будут ближайшие уроки. Об этом наш с вами разговор. Итак, сегодня мы рассматриваем только один случай, только одну ситуацию. Какую? Самую простую. Il verbo dichiarativo e al presente o futuro. Глагол в словах автора находится в настоящем или будущем времени. E introduccio notizia e informazione. И вводит новости, информации. То есть вот у нас два основополагающих момента. Глагол в словах автора и что у нас происходит в прямой речи. Итак, рассматриваем конкретный случай. В словах автора у нас глагол находится в настоящем или будущем времени. В прямой речи у нас нет ни вопроса, ни какого-то побуждения к действию, ни предположения. У нас все очень легко и просто. Просто какое-то идет повествование. Maria dice parto vado aroma tornero presto. Это у нас прямая речь. В словах автора у нас глагол находится в настоящем времени. Dice. И непосредственно в прямой речи. Просто у нас идет информация, да? Maria сообщает информацию, что она уезжает, едет в Рим и вернется быстро. В этом случае. В косвенной речи времена не меняются. Ma passano alla terza persona singulare. Но переходит в третье лицо, что естественно. И что у нас получается в косвенной речи? Maria dice parto vado aroma e tornero presto. То есть мы просто поставили все слова, которые у нас были непосредственно в прямой речи, и в первом лице поставили их в третье лицо. Ну, в общем, достаточно естественный процесс. То же самое происходит и в русском языке. Но я еще раз обращу внимание. Это происходит именно потому, что глагол в словах автора находится в настоящем или будущем времени. И тогда и tempi verbali non camieno. Dice. 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 Finira male. Опыт мне говорит, это закончится плохо. Что мы тут имеем? Dice, опять же, да, у нас в словах автора глагол в настоящем времени. Значит, мы оставим глагол в прямой речи, в том же времени. L'esprienza medice. Ke. Finira male. Ну, конечно, нам здесь понадобится вот это ke. Да? Что? Естественно, когда мы переводим предложение из прямой речи в косвенную, мы же должны как-то соединить части сложного предложения, да? У нас же получается сложно подчиненное предложение. И вот союзное слово мы используем для соединения частей. Рассмотрим еще пример. Mario dice. Dovivate pensarci prima. Mario говорит. Вы должны были бы подумать об этом раньше. Ну, вот здесь, на самом деле, мы, отталкиваясь от смысла, можем перевести двумя способами. Это будет зависеть от контекста. Mario dice. Dovivate pensarci prima или dovevamo. Потому что мы же не знаем, кому там Mario говорит, да? Может, это он нам говорит. В следующем примере, который я приведу, меняются и некоторые другие слова. Jane affirma. Questa lettera d'amore e mia. Jane утверждает. Это любовное письмо мое. Как мы перестраиваем, перевозим прямую речь в косвенную? Jane affirma che quella lettera d'amore e sua. Мы, конечно, уже в косвенной речи не сможем использовать слово «questa». В русском языке – да. В русском языке можно изменения этого и не быть. Но в итальянском «questo» ведь указывает только на тот предмет, который находится рядом с говорящим. Поэтому в предложении с прямой речью Мария действительно говорит о письме, которое, ну, условно, находится рядом с ней. А в косвенной речи уже ведь автор рассказывает об этом письме. Оно не рядом с ним. И, естественно, что «questa» литера меняется на «quella» литера. Ну и, кроме того, конечно же, mia меняется на sua. Да, мое письмо на ее письмо. Что, в общем, естественно и понятно. Протяжательные прилагательные у нас всегда меняются при переводе прямой речи в косвенную. Давайте еще пример приведем. Elena dice e mia madre. А что у нас получится в косвенной речи? Elena dice che è sua madre. То есть мы mia поменяем, конечно же, на sua. Естественно. Естественным образом. Но это же и в русском языке происходит. Это, в общем, понятные вещи. Личные местоимения тоже меняются. А иногда даже появляются там, где в прямой речи их не было. Ну, потому что в итальянском языке часто же опускаются местоимения личные, местоимения подлежащие. А вот в косвенной речи их уже не опустить. Смотрите, например, Я утверждаю, она, он, или она, или он не прав. Ну, пусть будет он. Переведем в косвенную речь. Естественно, тут мы без луи уже как-то не обойдемся. В косвенной речи, конечно, надо будет уточнить, о ком идет тут речь. Но это более логично, правда? Итак, мы сегодня рассмотрели только один случай, когда в словах автора глагол находится в настоящем или будущем времени, а в прямой речи находится сообщение о каких-то новостях, рассказывается о чем-то. То есть там нет вопроса, там нет побуждения к действию, предположения. Просто обычный рассказ о чем-то. Сообщение какое-то. В этом случае при переводе в косвенную речь у нас не меняется время глагола в той самой косвенной речи, которая была прямая. Меняется лицо, да, первое на третье. Но время глагола не меняется. Это первая и самая простая ситуация. Самый простой случай. Все остальное нас ждет впереди. А престо. Чао.